К месту гибели подростка можно пробраться через дыру в заборе. Узкий лаз пропустит лишь ребенка. Очевидно, дети делали его под себя. У стены заброшенного кирпичного дома перчатки, которые могли принадлежать эксперту, осматривавшему место ЧП. Предположительно, здесь было обнаружено тело упавшего с высоты ребенка. Заброшенное здание представляет из себя лабиринт из грязных и опасных коридоров. По предварительной версии, подросток упал на землю, спрыгнув с седьмого на шестой этаж. Как ребенок оказался на такой высоте, представить сложно, потому что человек, незнакомый с местной архитектурой, может преодолеть разве что половину этого пути. Внутри здания грязь, пустые бутылки от алкоголя. Стены исписаны надписями. Тут отметились сатанисты, любители паркура и просто бездомные. Находиться внутри опасно. Лестниц между этажами фактически нет. В день трагедии в здании находились двое подростков. Один из них погиб, второй стал свидетелем смерти. У заброшенного дома у озера давняя дурная репутация. Это долгострой с более чем 20-летней историей. Здесь должна была появиться школа юных моряков. Но строительство было заморожено. Объект забросили и он превратился в укрытие для бездомных. Оказывается, постройка в частных руках. Не в курсе, что происходит на охраняемой территории сторож участка. Он охраняет кирпичные руины. Дом продолжает стоять на берегу и привлекает в свои опасные комнаты подростков. По факту гибели 15-летнего школьника сейчас проводится проверка. Уголовное дело может быть возбуждено только в том случае, если следователи найдут в обстоятельствах смерти ребенка состав преступления.